Завершат строительство этого 23-этажного дома в следующем году. По графику срок ввода в эксплуатацию третий квартал 2017. Но строители работают с опережением и возможно уже в мае заветные ключи от квартир получат обманутые дольщики. Ввод этого объекта в эксплуатацию позволит обеспечить жильем больше 200 семей. Это уже третий дом на улице Печорской, где на воселье будут отмечать обманутые дольщики. В первых двух уже живут люди. Этим летом квартиры во второй секции комплекса получили больше 250 самарцев. Общая площадь застройки около 52 тысяч квадратных метров. Собственниками которых станут более 900 семей, вложивших свои деньги в шесть проблемных недостроев. Возводят эти дома по современным проектам. К моменту сдачи благоустроят и дворы. На этот год будет закрыт дом, периметр, окна, остекление. Внутренние работы сейчас ведутся. Облаустроительство, естественно, будет делаться весной, после того, как будут закончены наружные сети. Квартиры просторные, с удобной планировкой. Качество сомнений не вызывает. Эти проекты финансируются за счет средств областного бюджета. Проекты проходят процедуру экспертизы государственной. Также наблюдаются государственные эксперты строительного надзора. Число дольщиков, ставших жертвами мошенников, в регионе постепенно снижается. Если в прошлом году такими числились более 3,5 тысяч, то сегодня менее 3 тысяч. За три года в Самарской области достроили и ввели в эксплуатацию 22 проблемных дома. Еще 7 планируют сдать в этом году. У нас было 50 таких проблемных объектов, в которых был включен перечень. Значит, по 38 уже нашли инвестора из 12 оставшихся объектов. Три объекта уже мы нашли инвестора, которые уже будут заходить и застраивать. По остальному ведется работа. По новому закону у Министерства строительства появилось больше возможности контролировать застройщиков, чтобы избежать появления новых недостроев. Теперь Минстрой может проверять и бухгалтерию строительных компаний, выяснять, на что идут деньги дольщиков. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.